Уважаемые студенты, сегодняшняя наша тема называется «Взначение закона РУЗ о сертификации продукции и услуг». В данной тему мы должны рассмотреть сам закон, какие основные понятия применяются в законе, цель осуществления сертификации, актритон, испытательная лаборатория. Закон РУЗ о сертификации продукции и услуг принят 28 декабря 1993 года. Закон состоит из трех разделов и 23 статей. Глава 1. Общее положение. Глава 2. Общие требования к деятельности по сертификации. Глава 3. Обязательная и добровольная сертификация продукции. Глава 4. Рассмотрение споров, ответственность за нарушение законодательства о сертификации. Настоящий закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы сертификации продукции, услуг и иных объектов, в том числе производственных процессов, систем менеджмента, специалистов, претендующих на участие в области оценки соответствий в качестве персонала. В нашем законе применяются следующие основные понятия. Национальная система сертификации – это система, действующая на государственном уровне, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации. Сертификация продукции – деятельность по подтверждению соответствия продукции, установленным требованием. Сертификация соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции, установленным требованием. Знак соответствия, зарегистрированный в установленном порядке знак, который маркируется продукция или документация на услуге для указания того, что данная продукция или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. Система сертификации продукции. Это система сертификации, относящаяся к определенной продукции, работам и услугам, для которых применяются одни и те же конкретные стандарты и правила. Эксперт-аудитор по качеству специалист, аттестованный в установленном законодательственном порядке, имеющий соответствующую квалификацию для проведения работ в области оценки соответствия. Инспекционный контроль сертификации. Юридическое лицо, аккредитованное в установленном законодательственном порядке, осуществляющее по поручению органов по сертификации. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Сертификат осуществляется в целях контроля реализации продукции, опасной для жизни, здоровья людей, имущества, юридических и физических лиц окружающей среды. Обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Создание условий для участия отечественных и совместных предприятий, предпринимателей в международном экономическом и научно-техническом сотрудничестве и международной торговле. Защита потребителей от недобросовестности изготовителя-продавца. Подтверждение показателей качества продукции заявленных изготовителям. Сертификация имеет обязательный добровольный характер. Если международным договором или соглашением установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством о сертификации, то применяется правило международного договора и соглашения. Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации является национальным органом по сертификации Республики Узбекистан. Агентство Устандарт соответствующим законам осуществляет государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила по проведению сертификации, обрековывает официальную информацию о них, разрабатывает проекты программ по усовершенствованию системы сертификации и представление их на рассмотрение правительства. По согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан принимает решение о присоединении к международным системам сертификации, а также заключает соглашение о взаимном признании результатов сертификации, определяет перечень продукции, подвижающей обязательной сертификации, и вносит его на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан. Ведет государственные реестры сертифицированной продукции адресованных экспертов-аудитров по качеству, осуждает государственный надзор за соблюдением требуемой обязательной сертификации, приостанавливает действия и аннулирует сертификаты соответствия и знаки соответствия за нарушение норм законодательства сертификации. Аккредитованные органы по сертификации продукции создают системы сертификации продукции, обеспечивают их функционирование, организуют и проводят сертификацию, оформляют, выдают национальные и признают зарубежные сертификаты соответствия, осуществляют контроль за сертифицированной продукцией. Расходы, связанные с аккредитацией испытательных лабораторий и органов по сертификации, несет заявитель. Испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном соответствии с системой сертификации порядка, осуществляют испытания конкретной продукции или конкретной виды испытаний и выдают протоколы для цели сертификации. Объектом сертификации является продукция, включая программу и другие научно-технические продукции. Субъектом сертификации является агентство Устандарт, аккредитованные органы по сертификации, испытательные лаборатории, инспекционные органы по сертификации, экспорты-аудитеры по качеству, персонал, принимающий участие в деятельности по оценке соответствия, а также юридические и физические лица, продукция которой подлежит сертификации. Субъекты сертификации юридические лица могут создавать системы сертификации. Системы сертификации юридические лица подлежат обязательной государственной регистрации, установленной агентством и стандартным порядком. Сумма средств, израсходованные заявителем на проведение обязательной сертификации о своих продуктах, относятся на ее себестоимость. Рекламируют продукции, подлежащие обязательной сертификации, но не имеющую сертификацию в соответствии, запрещается. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, не может быть реализована на территории Республики Узбекистан в случае, если она не была представлена на сертификацию, не прошла сертификация в связи с соответствием тремя сертификации, если срок действия, сертификат истек или его действие приостановлено. Реализация неправомерно маркированных знаков в соответствии запрещается. Изготовители, осуществляющие реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, обязаны проявлять на сертификацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, реализовать сертифицированную продукцию, приостановить или прекращать реализацию сертифицированной продукции, обеспечить условия без препятственного выполнения своих полномокий. на властными лицами органов, осуществляющих обязательную сертификацию продукции и контроль за сертифицированной продукцией. Извещать органы по сертификации в установленном порядке об изменении комиссионных технических документаций или технологический процесс производства сертифицированной продукции. Указывать в сопроводительной технической документации сведения о сертификации и нормативных документов. Национальная система сертификации Республики Узбекистана функционирует в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Узбекистана. В Национальной системе сертификации УЗП предусматривает следующие виды деятельности сертификация продукции и услуг, сертификация систем менеджмента, качества и производства, сертификация персонала, инспекционный контроль сертифицированной продукции, сертифицированных систем качества персонала, надзор за соблюдением правил обязательной сертификации, аттестация эксперт-одиторов по качеству. На этой схеме указан порядок сертифицированных продуктов. Для этого надо, в первую очередь, иметься национальный орган сертификации, затем национальный орган по аккредитации, аккредитованные органы сертификации однородной продукции, аккредитованные испытательные лаборатории, аккредитованные органы контроля, а также заявители. Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют следующие функции Проведение сертификационных испытаний продукции и выдача протоколов испытаний. Проведение контроля испытаний образцов сертифицированных продуктов, если это предусмотрено порядком сертификации. Участие в сертификации систем менеджмента. Качество в части правильности проведения испытаний. В качестве испытательных лабораторий могут быть аккредитованы лаборатории, агентства «Стандарт» и его территориальных органов, статарные центры научно-исследовательских контрольных организаций, другие лаборатории и центры любых фондов собственности. Благодарю за внимание. При этом напомню вам, что обязательно тему надо освоить дополнительно учебниками и интернет-данными.